А сегодня Ярославль принимал участников десятых юбилейных курсов повышения квалификации по цветоводству. Гости из разных уголков страны познакомились с разнообразием цветочных культур и растений, которыми наши предприятия и частники летом украшают свои территории. Не каждый день и даже не каждый год к нам приезжает столь многочисленная делегация. 75 агрономов, ученых, ландшафтных архитекторов из России и зарубежья. Фридрих Вольф Шмидт гражданин Германии. Он уже в курсе, что русские женщины, точно так же, как и немки, всем цветам предпочитают розы. Мужчина-немец часто ли дарит своей женщине цветы в течение года? Сколько раз в году? Как я знаю, меньше, чем мужчина в России. В мастерстве дарить цветы, признает Фридрих, мы идем на опережение. А вот об искусстве их выращивать можно спорить бесконечно. Поэтому обмен опытом происходил прямо во время экскурсии. Я сейчас вам скажу, что эти растения голодны, потому что у здорового растения листовая пластинка должна быть глянцевая. Вниманию гостей более 200 видов культур. Королевы приусадебных участков, безусловно, Петуния. Рядом Георгины, Циния, Колиусы и даже любимица наших бабушек Герань. А здесь проявилась фантазия местных ландшафтных дизайнеров. Вот так можно оформить участок, не выбрасывая старую кухонную технику и мебель. А так может выглядеть цветочная прихожая, где из валенок и ботинок скромно выглядывают вьющиеся и ползущие. А вот еще один способ оформления дачной веранды. Ягоды клубники, высаженные в вазонах, не подгниют от соприкосновения с землей, не станут добычей лягушек или слизней, а порадуют урожаем только вас. К тому же, говорят, в хозяйстве такой вариант высаживания клубники – это замечательная альтернатива подарочному букету. Ярославцы, по мнению специалистов, избалованы вниманием цветоводов, и все новинки в этой сфере им вполне доступны. Но один цветок сегодня был знаком даже не всем специалистам. Дебютантка носит имя Лаурентия. Этот цветок поразил нас в этом году большим количеством цветков, очень быстро разрастается, абсолютно неприхотлив и непредвзято относится к плохому уходу. Это растение, к тому же, антивандальное, но очень красивое и привлекательное. Это лето не радует ни теплом, ни солнцем. Поэтому всем, кому хочется ярких красок, гости дают совет. Призываю только к одному – садите цветы, выращивайте, радуйтесь сами, и они вас будут рады отвечать этим же самым. Марина Ромакина, Алексей Соловьев, Вести Ярославль.